Собственно, некоторое поделиться определенной такой, наверное, радостью, потому что подобного рода доклад в урологии сегодня звучит впервые в нашей стране. В мире вообще не так давно только начали осознавать вообще значение и силу интернета не только в качестве информационного сайта, куда можно зайти и посмотреть, когда будет конференция или скачать какую-то презентацию, но и в качестве профессионального общения, обучения, самообразования и лечения своих пациентов. Недооценивать вовлеченность людей в нашей стране в разные социальные сети, естественно, не стоит. Их огромное количество людей. Из возможных сетей, проанализировав различные, нами была выбрана все-таки как основная площадка для общения урологов в нашей стране, это Facebook в силу своей более такой серьезной направленности, ориентированной на специалистов, на людей разных специальностей, к которым могут общаться, и чтобы это не выглядело в качестве такого, как это не игра, не игровая площадка. И что нам дает общение в социальных сетях, в данном случае в том же Facebook? Во-первых, мы получаем общение между коллегами, и есть возможность информировать сообщество о своих успехах, возможностях, есть возможность обмениваться опытом, есть возможность привлекать экспертов, которые читают, смотрят эти доклады, могут редактировать, давать свой совет, предлагать в том числе свои услуги для помощи, либо совместных выполнения операций, участия в разных мероприятиях. В чем есть особенность? То есть общение, оно всегда общение, но если классическое в течение тысяч лет люди между собой общались с помощью прямого вербального контакта, позже появился телефон, но все равно мы слышим в живой голос какое-то общение. Общение в социальных сетях предполагает общение на расстоянии, не видя, не слыша другого человека, и нередко этих людей мы совершенно не знаем. И, естественно, мы ограничены в средствах демонстрации, то есть, говоря голосом, мы можем менять диапазон, даже где-то поругаться чуть-чуть, и все видят эмоции, визуально также можем трясти руками, моргать, что-то еще. В сети мы этого не можем, средства ограничены. Вот не так давно были предложены разные какие-то смайлики, другие, картиночки, которые немножко усиливают наши эмоции, общение и так далее. Тем не менее, все равно это… Но обязательно, что мы должны помнить, если собрать все правила, которые находятся в сети, в первую очередь мы должны сохранять все те правила, которые у нас идут в обычном человеческом общении. То есть, внимательно слушать, слушать и в том числе в сети, это называется, читать, да, сообщения, посты, быть вежливым, обязательно уважительно относиться к собеседнику и все другие правила, которые мы обычно применяем. Однако, профессиональное общение, обучение в плане, в данном случае, урологии, предполагает уже некоторые особенности. И эти особенности уже мы, наверное, все совместно начинаем вырабатывать. Во-первых, не должно быть свободное общение между специалистами, быть в свободном доступе, куда может зайти первый попавшийся человек, ребенок, там любой, и почитать, посмотреть, то, что находится у нас в нашей, как говорят, закрытой тусовке, оно должно оставаться внутри нашего сообщества. Поэтому все общение между специалистами и урологами, если это не общение предполагается для общения с пациентами, а для себя внутри, должно происходить в закрытых группах. Группы также формируются обычно по двум типам. Либо это тематические, например, там сейчас активно у нас функционирует группа мучекаменной болезни, группа эндоурологии, группа реконструктивной урологии и так далее. Либо это группы, которые относятся к каким-то сообществам, например, группа ассоциаций молодых урологов, группа российского общества урологов, группа европейской ассоциации урологов, где также внутри мы можем что-то обсуждать. То также очень важно соблюдать этические моменты, связанные с нашими пациентами. Мы не имеем права разглашать их конфиденциальные данные. Каким образом мы можем разгласить? Естественно, слава богу, сейчас ни у кого не появляется идея писать полностью фамилии, имя, отчество и что за пациент, но часто мы допускаем какого рода ошибки, я потом покажу. Например, печатаем какие-то сканограммы или рентгенограммы, где указаны чуть ли не все паспортные данные с адресом пациента, или какие-то выписки, фотографии и так далее. Это недопустимо. Здесь мы идем в коллизию с законом. Пример группы, группа лечения мучекаменной болезни. На данный момент участников, посмотрите, вчера только это на днях делал, 955, почти тысяча участников. Группа, где регулярно обновляющиеся, каждый день появляются новые какие-то вопросы, методики, обсуждения. Это, как пример, несколько таких групп, где общаются люди, как я говорю, люди одной крови, как вы могли. Помните, мы с тобой одной кровью, ты и я. Так и здесь мы все друг друга понимаем, друг друга знаем в этой группе. Либо второй вариант группы, это группа Ассоциация молодых урологов идет. Вот, пожалуйста, в Новосибирске, вот, пожалуйста, где-то в ноябре еще где-то конференции и так далее. Мы обсуждаем. Это слайд, как раз таки я нашел, это наш коллега, к счастью, не уролог, но тем не менее, такой урологи нередко вывешивают. Это снимки, которые он регулярно, чуть ли не каждый день вывешивает в общей ленте Фейсбука. То есть вот это мясо, да, постоянно для окружающих пациентов, для них это мясо, расшильенка, какие-то, кто-то скажет, порнография в сочетании с садизмом и так далее. Вот такого быть не должно. В то же время, допустим, пересаженные органы, грудь и так далее, возможно публиковаться в специализированных группах. Например, я видел группы гинекомастии, группы еще какие-то есть, где это прекрасно, можно все это в пластической хирургии обсуждать. В итоге, что мы получаем в группах? Во-первых, нет никаких географических преград. Люди с разных концов мира свободно могут общаться, задать друг другу вопрос. Общение это идет абсолютно демокрамматично. Мы не видим погон, мы не знаем, кто это вообще, перед нами профессор или ординатор. Все определяется тем, как человек себя ведет, как общается, спрашивает и так далее. И это далее. Мы можем обсуждать клинические ситуации. Мы получаем рекомендации эксперта, завязываются личные контакты, обсуждаются организационные вопросы. Также пример, посмотрите, вот вопрос доктора с Украины, Игорь Пирожок задал вопрос, вообще, как оперировать пациента с таким камнем и вот таким жутким сколиозом. Пошли разные комментарии, ответы. Вот появляется Алексей Георгиевич и пишет, пожалуйста, говорит, Игорь, фильм старый, но может, чем-то поможет. Он посмотрел и пишет, спасибо огромное, вы великие, естественно, легкие элементы могут быть восхищения нашими учителями. И обсуждая все эти вопросы, мы приходим к тому, что есть достаточно простые правила, которые надо соблюдать. Первое правило. Казалось бы, оно звучит обычно в нормальной жизни, но в сети возможны варианты. Не надо нежелательные варианты общения, как под никами «Великий уролог» или «123» или кто-то еще. То есть желательно, и это рекомендуется, представляться именно по имени и фамилии тот, кто ты есть. Обсуждая, опять-таки, обязательно соблюдать конфиденциальность призванных вам сообщений, потому что есть такое, как личная переписка, никогда нельзя вывешивать. К сожалению, некоторые тоже себе позволяют. Лично это как письма, это принадлежит только им двоим. Обязательно должны быть однозначные посты, подписи, публикации, не должно быть вариантов двойной какой-то трактовки. И обязательно соблюдать закон о персональных данных. Также очень важно, огромное количество появляется, в том числе и среди наших коллег, как видите, написано, игнорируйте агрессивных идиотов, всяческих интернет-троллей, которые также прорываются туда. Первое. Ни в коем случае не вступать с ними в полемику, не ругаться. И второе. По возможности проинформировать модератора группы о том, что здесь прорвался какой-то такой неправильный человек и делает нехорошие вещи. Если что-то интересует в общении, какие-то конкретные моменты, касающиеся только этого человека, не надо опять-таки в общей переписке писать это. Есть личная переписка, напишите, извините, а вот вы написали то-то, а как? Ответ идет. Дальше есть такие банальные моменты, но тем не менее. Смотрите, пишите грамотно, правильно, не пишите большими буквами. В сети это воспринимается как признак небольшого ума. Исключение только имитация крика, когда вот мы пишем. Вот так не надо писать. Некоторые зачем-то так пишут. Транслит. Нередко мы видим транслит, особенно когда пишут коллеги из других стран, знающие русский язык, но не имеющие раскладки. Тем не менее, без надобности его не надо использовать. Обязательно избегать вот этого флейма, флута, но все, что не имеет отношения к существующим нами обсуждаемым вопросам. Не надо больших тестов вставлять так же, не надо их цитировать. Нужно добавлять информацию по существу. Ну и, естественно, никогда никакой спам, бестолковая реклама, демонстрация каких-то там всем проплаченных видеороликов, картинок, лекарств и так далее, так же оно не допускается. Вот, смотрите, два примера. Здесь мы получили доктор, коллега совершенно правильно закрыл фамилию пациента. Здесь мы эту фамилию, к сожалению, видим. И особо активные пользователи рано или поздно становятся модераторами групп. Они участвуют в этой жизни, они живут практически в этой группе, общаются. И на них тоже ложится большое количество, большая такая нагрузка. Поэтому в завершение расскажу о правилах для модераторов, что модераторы должны инспектировать общение в группе, должны поддерживать доверительную дружескую обстановку, быть вежливыми. В каких-то ситуациях уметь вовремя вмешаться, либо провести какие-то карательные меры, если это, как написано, был какой-то, прорвался туда тролль или просто какой-то идиот, его выкинуть из группы. А если это общение среди коллег, иногда мы и в спорах загоняемся, то же самое и там бывает, начинается какая-то ругань. По возможности лучше просто всю эту ругань нужно удалить и дальше написать. Коллеги, ну, как-то между собой в личной переписке пообщайтесь, наверное, не стоит здесь друг друга пижать, мы все врачи. И очень важно, что все вопросы, которые задаются пользователями в этой группе, особенно вопросы заданы модератором, администратором группы, на них на все должны быть ответы. И интересный пример, лично меня касаемый. Вот история трех поездок. Поездка в Украину оперировали с играми, как раз пирожок вы видели, поездка в Прибалтику. Также выполняли операции с Олегом Хубларовым поездка в Волгоград на конференцию. Это директор РЖД больницы города Волгограда. Все вот эти наши встречи, они состоялись уже вживую и продемонстрировали свою необходимость после какого-то времени общения в Фейсбуке и, собственно, предварительных знакомств с деятельностью друг друга. Спасибо. Спасибо.